1 января в Бельцах возобновила работу бесплатная социальная столовая. Она открыта по инициативе мэра города Рината Усатова за его личные средства. И расположена, как и в прошлом году, рядом с новогодним городком, напротив Центрального Дворца Культуры. В первый же день работы здесь выстроилась большая очередь. Бельчане рады, что в эти праздничные дни смогут вкусно и полноценно пообедать. Кроме этого, все нуждающиеся, которые пришли в столовую 1 января, получили сладкие новогодние подарки. Сохраняя традицию прошлого года, наш примар Рината Усатый также посодействовал. И мы открываем нашу социальную столовую для людей из малобеспечных, социально уязвимых слоев нашего города, чтобы они тоже почувствовали атмосферу праздника, чтобы у них тоже было новогоднее настроение. Мы сегодня подготовили новогодние подарки для каждого посетителя и, естественно, горячее питание. Первое, второе, чай горячий. То есть мы будем стараться сделать все, чтобы у наших людей, у наших бабушек, дедушек, то есть у людей, которые являются, так скажем, недостаточно обеспеченными, чтобы у них было хорошее питание на эти праздничные дни, чтобы они могли тоже порадоваться новогодним праздником. Спасибо нашему примару, потому что это хорошее дело и надеюсь, что это будет ежегодной традицией в нашем городе. Благодарим Усатому, который готовит, очень вкусный. Спасибо. Ну, маленькая пенсия, и не хватает даже, вот и лекарства, и такая больная, у меня и давление черепное, ой, сколько. У меня пенсия 520 лей, поэтому я и прихожу сюда. Ну, еще добавка к пенсии 120 лей, которую выдаю для... Я инвалид детства, с 12 лет, у меня эпилепсия. Спасибо, очень вкусно. Я в прошлом году тоже ходила, очень вкусно, и горячее, и сытно, и я была очень довольна. Спасибо и сегодня. Рассказано, будь здоровым, Усатый. Спасибо Ринату Георгиевичу. Поздравляем его с Новым годом, желаем ему крепкого здоровья, успеха во всем. Спасибо, что он открыл эту столовую, покормит нас, бедных и малоимущих. Еда вкусная очень. Подарочки вот нам дали, яблочко, шоколадки, конфеты. Спасибо за все. Представитель муниципального предприятия «Апровизионари» Иван Осаяну рассказал, что меню в социальной столовой обновляется ежедневно. Мясные блюда будут готовить регулярно, ведь, как известно, многие граждане Молдовы даже по праздникам не могут позволить себе купить мясо. У нас сегодня меню зама получается с мясом куриным, и на второе каша рисовая, тоже куриное мясо жареное, салат с капустой свежим. То есть у вас и в первом, и в втором было мясо? Да, в первом, и в втором идет мясо, да. И даже в день так будет что-то мясное? Да, каждый день. На первое, на второе мясо идет строго. Это получается комплексный. Завтра у нас гороховый суп с мясом, картофельное пюре с метитеем, салат из зеленых горошков с солеными огурчиками и луком. Напомним, ранее услугами социальной столовой, которая работала в Бельцах месяц, начиная с 15 декабря 2015 года до 15 января 2016 года, воспользовались более 25 тысяч человек. Все расходы, связанные с функционированием столовой, снова взял на себя Рената Усатый. Бесплатное питание поможет нуждающимся почувствовать атмосферу новогодних праздников, а также то, что они не одиноки, сообщил мэр Бельц. В этом году столовая будет работать по 8 января включительно.